Аварийное жилье – непростая ситуация в промышленности, бесхозной земельной участке. Эти проблемы наиболее актуальны для города железнодорожников. Накануне Канашу пришлось держать экзамен перед главой республики. Подробности в сюжете. В отличие от крупных заводов, которые в прошлом году сократили объемы производства, малые предприятия в Канаше темпов не сбавили. На базе этого научного комплекса, где выпускают лакокрасочные изделия, недавно закупили новое оборудование и реализовали очередной инвестиционный проект. На разработку инновационной продукции предприятие потратило более 4 миллионов рублей. Но дело того стоило. Мощности были увеличены в разы. Продукцией заинтересовались и известные заводы. Конкуренция на этом рынке огромная. Выигрывает тот, кто задумывается о модернизации с научным подходом. И это руководство прекрасно понимает. Наши сотрудники сотрудничают с всевозможными институтами. Это Москва, это Санкт-Петербург, Ярославль. Мы с теми институтами занимаемся. Чтобы выжить, нужны эти научные? Да, конечно. Без этого никак нельзя. Здоровая конкуренция наметилась и в строительном комплексе. Если раньше здесь работала только одна подрядная организация, то сейчас их пять. После появления на рынке новых игроков цена за один квадратный метр снизилась. На окраине Канаша сейчас возводят многоквартирный дом для тех, кто проживает в аварийном жилфонде. Переселить из бараков всех очередников планируют уже в следующем году. Они переедут в новый микрорайон. Застраивая эту территорию, подрядчики экономят. Кирпичи на площадку привозят из Красноармейского района. Берешь в руки, он намного легче вот этих вот хваленых других коллег. Это вы сами для себя должны определять, чтобы не что покупать. Если на самом деле у нас свое производство есть, там на транспортных расходах только выигрываете вы. Социально-экономические показатели в Канаше улучшаются. Это глава республики отметил на совещании. Но большие надежды местные власти возлагают на программу модернизации моногородов. В ее рамках муниципалитету должны выделить сотни миллионов рублей. Эти средства направят на реконструкцию очистных сооружений. Необходим Канашу и новый полигон ТБО. Городская свалка переполнена. Ее закрыли еще в декабре. Место для вывоза отходов уже подыскали. Сейчас оформляют документы. Земли сельхозназначения обязаны будем переводить. Для этого должны сформировать муниципальное образование и прийти к согласию. В данном случае два или три муниципальных образования. А мы на уровне правительства разрешим пользу и на благо жителей данных муниципальных образований. Планы на перспективу обрисованы. Но необходимо канашцам задуматься и о том, что не купишь ни за какие деньги. В городе должна улучшиться демографическая ситуация. То, что это сделать удастся, уверена руководитель муниципалитета. В 14-м родится не менее 700. Мы проследим, проконтролируем. Но чтобы из-за демографического скачка не увеличились очереди в детские сады, в Канаше планируют построить новые дошкольные учреждения. Они появятся в самых густонаселенных микрорайонах. Чтобы проблема сошла на нет и своих мест дождались дети старше полутора лет, необходимо возвести три садика. К реализации этих планов город приступит в ближайшее время. Михаил Жбанов, Алексей Петров, Республика.